Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Политические партии занимают особое место в ряду субъектов политической деятельности, выступая посредниками между гражданами и государством. Классическое определение партии принадлежит французскому политологу Роже Жерару Шварценбергу. Звучит оно примерно так. Политическая партия – это непрерывно действующая организация, существующая как на национальном, так и на местном уровне, нацеленная на получение и реализацию власти и стремящаяся с этой целью к широкой массовой поддержке. В нашей стране зарегистрировано 45 политических партий, и только единицы из них представляют то, что называется политической силой. Согласно последним социологическим опросам, сегодня лидер политических предпочтений граждан Республики Молдова – партия социалистов. Если бы в это воскресенье в Молдове прошли бы выборы в парламент страны, партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 40% от числа определившихся с выбором граждан. В нашей студии сегодня председатель партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень красивое определение политической партии. Какой она должна быть вообще? Да, в общем-то, ну, вы смотрите, я использовал здесь тезис классика политологии, современного классика. Человек, который, в общем-то, дал достаточно сухую, емкую и в то же время действительно точную такую характеристику партии. Точную характеристику. О чем бы хотелось бы сегодня поговорить? Вот первая тема для нашей с вами беседы. На этой неделе было принято поистине историческое значение для нашей с вами страны. В Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры пяти стран, входящие в ЕАЭС, проголосовали за предоставление Молдове статуса наблюдателя при этом союзе. Это произошло после того, как с обращением в адрес руководителей этих стран к руководству Евразийского экономического союза обратился наш президент Игорь Дадон. Вот как партия социалистов восприняла это событие? Какова оценка? Что оно означает, реально означает для Республики Молдова? Вы правильно сказали. Это действительно для Молдовы историческое событие и не только для каких-то определенных кругов, а для всей страны. Потому что Молдова маленькая страна с маленькой экономикой, с маленьким ВВП на душу населения, скажем так, около двух тысяч долларов на человека. И, конечно, нам нужно уметь развивать свою страну. Развивать не только в одном направлении или дружить с кем-то против кого-то, а иметь хорошие взаимоотношения абсолютно со всеми. Я думаю, что это и не только, думаю, была и соответствующая политическая декларация партии социалистов в поддержке получения Молдовы вот этого статуса. Я думаю, что это произошло благодаря стараниям президента Республики Молдова Игоря Николаевича Дадона, который еще в январе 2017 года, будучи с официальным визитом в Москве и с визитом в Евразийской экономической комиссии, беседуя с членами Евразийской экономической комиссии, попросил получения статуса наблюдателя для Молдовы. Молдова не является членом Евразийского экономического союза, поэтому получение статуса для нас очень важно в сотрудничестве со всеми странами этого союза, всеми пятью странами этого союза. И Молдова первая из стран, которая получила такой статус. Я хотел отметить, что это беспрецедентно. Это Молдова первая из стран. И я думаю, что Молдова открыла как-то дорожку для всех остальных стран, которые хотят знакомиться с положениями этого союза, хотят участвовать как-то в этом союзе. Может быть, на первых этапах, да, действительно, в качестве наблюдателя для того, чтобы подготовить страну для полноценного равноправного члена Евразийского экономического союза. Но первый шаг сделан, потому что вы знаете, что Молдова, когда приезжал господин Саркисян, подписала кадровое рамочное соглашение с Евразийским экономическим союзом. Но вот для того, чтобы Молдова могла участвовать во всех форумах Евразийского экономического союза, для того, чтобы могла развивать странами этого союза, в том числе и производственную кооперацию. Потому что это дальнейший шаг для более углубленного сотрудничества. Это производственная кооперация. Производственная кооперация, о которой я говорила, что нет таковой производственной кооперации в Европейском экономическом союзе. Мы являемся в Европейском Союзе, мы имеем статус ассоциации с ЕС, но это не означает, что для Молдова существует производственная кооперация там, развитие предприятий тут при сотрудничестве всех стран. Поэтому эту часть нужно развивать, и мы это, думаю, что будем делать. Экспертное сообщество, я имею ввиду экономистов, высказали разное мнение. Будем говорить два противоположных, диаметрально противоположных мнения. Одни приветствовали, действительно говорят о том, что это первый шаг для того, чтобы пойти по пути восстановления промышленного потенциала Республики Молдова. Вот это то, что я говорю, производственная кооперация. Все верно. Другие говорят, зачем это нужно делать. У нас же есть уже соглашение об ассоциировании с Европейским Союзом, и этого было бы достаточно для того, чтобы развивать Республику Молдова. Вот ваше видение всего вот этого разноголосия. Разноголосия были со всех сторон. И со стороны экспертов, и со стороны политических деятелей, которые пытаются учить президента, у которого рейтинг выше 50% из всех политических деятелей. И почему-то нашего президента пытаются учить те, у которых рейтинг от 1 до максимума 3%. Ну вот скажите, это как? Это фактически будущие политические трупы с таким рейтингом. В принципе, да. Но народ рассудит на следующих парламентских выборах. Вы знаете, я хочу привести один пример. Все кричат и говорят, что у нас вырос экспорт в страны Евросоюза. Мы должны понимать, что мы туда экспортируем, и является ли это экономикообразующей составляющей этот экспорт туда, в те страны. Я вам расскажу другое. Что мы производим? Мы производим плодовощную продукцию. Мы ее должны производить, перерабатывать, чтобы добавленная стоимость оставлялась тут. Либо те, которые можем экспортировать в свежем виде, должны экспортировать в свежем виде. Потому что есть рынок. И я хочу сказать, что статистика упрямая вещь, и она говорит совершенно об обратном. После подписания соглашения с Европейским Союзом об ассоциации, мы практически, темпы роста экспорта в Европейский Союз снизились после 2015 года. То есть после 2014 года, после подписания соглашения с Европейским Союзом. При всех тех обещаниях темпы снизились. Зато вырос импорт из стран Европейского Союза тех товаров, которые производим мы. То есть страны Европейского Союза, предприятия европейского производителя, Европейского Союза являются для нас конкурентами на нашем рынке. В первую очередь то, что мы потребляем. И не говоря уже об экспорте. Вместе с тем, страны СНГ не являются для нас конкурентами, в том числе и Российской Федерации. Потому что больше всего мы потеряли от прекращения экспорта в Российскую Федерацию. И только благодаря усилиям президента, двух президентов, скажем, усилиям президента Молдовы Игоря Николаевича Дадона. И при согласии с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, экспорт наших товаров, плодовощных товаров в Российскую Федерацию возобновился и дошел до уровня, по многим показателям, до подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Я, вот просто, чтобы я не была голословной, я специально взяла некоторые факты. Ну вот смотрите, 2015, 2016, 2017 годы из всего экспорта винодельческой продукции вина 50 от 55 до 60 процентов экспортируется на рынки стран СНГ. Из производства яблок или, скажем, таких косточковых груш и всего прочего, из всего производства в страны СНГ экспортируется 97 процентов, из них в Российскую Федерацию 96 процентов. Это вот варьирует от 96 до 98 процентов. Это при нынешнем соглашении об ассоциации с Европейским Союзом. Вот если возьмем персики, другие фрукты, сливы, 70 процентов, от 70 до 87 процентов страны СНГ, из них 80 процентов в Российскую Федерацию. О чем мы говорим? Вот смотрите, картофель из всего производства в СНГ 100 процентов экспортируется. В СНГ из них 99 процентов в Российскую Федерацию. О чем мы говорим? Помидоры. Из всего производства 91 процент мы экспортируем в страны СНГ. О чем мы говорим? Я говорю, вот смотрите, виноград в свежем виде. От 71 до 77 процентов в этот период, 2015 и 2017 год, экспорт в страны СНГ из них 61 процент в Российскую Федерацию. Почему я вот эти цифры? Я специально взяла вот эти цифры, чтобы привести, рассказать про это нашим слушателям, потому что все говорят, что вот вырос экспорт в Евросоюз. Экспорт чего? Да, мы экспортируем что-то из сельхозпродукции. Но мы экспортируем что? Семена подсолнечника. Экспорт вырос после подписания соглашения в 4 раза. Экспорт семян подсолнечника. А импорт масла подсолнечного из Европейского Союза вырос в 8 раз. То есть продуктов переработки. Конечно, продукт переработки. Где остается добавленная стоимость, мы туда экспортируем сырье. А добавленная стоимость остается в Европейском Союзе и импортируем готовый продукт. Вот в чем вопрос. Поэтому политикам нужно двигаться и вообще во внешнем векторе нужно ориентироваться на бизнес. Куда проторена дорожка? Зиняя Петровна, я понимаю, что наши зрители сейчас слышали цифры и статистики. Но вот мне кажется, я за всем этим услышал следующее. Если бы не было договоренности Игоря Николаевича Додона и Владимира Владимировича Путина о том, чтобы открыть в эти российский рынок, рынок СНГ, то практически этот огромный объем, который удалось экспортировать, в том числе и в Российскую Федерацию, он практически здесь погиб без экспорта. Вы понимаете, что этот процесс уже начался в 2014 году. Наши сельхозники, наши производители начали вырубать сады. Хорошо, что мы тогда все вместе, Игорь Николаевич, будущий еще председателем партии социалистов, мы постоянно просили и пытались договариваться с руководством Российской Федерации, что нельзя останавливать экспорт в Российскую Федерацию. Во-первых, эта продукция там востребована. Во-вторых, нельзя уничтожать, во что были вложены уже инвестиции. Поэтому вот благодаря именно договоренности двух президентов нам удалось остановить вот это падение, скажем. И это уничтожает, потому что импорт из Евросоюза той плодовочной продукции, которую мы можем экспортировать, производить и экспортировать, это не означает ничего другого, как убивать наших производителей, если мы не будем иметь рынок сбыта. Ну, если ненадолго вернуться вот к тем политическим деятелям, которых вы назвали как политические лидеры с низким рейтингом доверия, а мы называем их людьми с низкой социальной ответственностью. Так вот, после принятия решения и после подписания соглашения в Сочи в адрес президента было высказано много критических замечаний, точнее, даже недоброжелательных комментариев, вот как мы оцениваем это. Бесятся люди. Дескать, да, у президента нет полномочий на все это и заключать международные соглашения, принимать решения о получении каких-либо статусов. Вот ваш комментарий таких реплик. Вы понимаете, я думаю, что они, я не зря сказала, что бесятся, потому что это эмоциональные комментарии, ничем не обоснованные. Президент по статусу, по конституции, ответственный за внешнюю политику в Республике Молдова, за внешний вектор развития Республики Молдова. Это определено в Конституции. Президенту не требуются никакие дополнительные полномочия в соответствии со статьей соответствующей Конституции. Могу сейчас не назвать, 86-я либо 87-я статья. Но президент по Конституции может заключать международные соглашения от имени Республики Молдова. Не требуется никаких дополнительных полномочий от парламента. Почему при заключении международных каких-то или финансовых соглашений, договоров или что-то другое требуется согласие парламента, ратификация парламента? Потому что так записано в Конституции. И ни премьер-министр, ни кто другой не может заключать международные соглашения без ратификации в парламенте президенту по Конституции. Предоставлено такое полномочие. Так что они могут говорить все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Но они понимают, почему. Потому что когда начинают выходить с этими декларациями, это их беспомощность. Знаете, как обычно люди, которые не могут ничего предложить, начинают критиковать. Потому что взамен не могут ничего более реального предложить. Поэтому и критикуют. Или эта беспомощность выражается либо в криках каких-то истерических, либо вот в такой необоснованной критике. Хорошее замечание. Когда нечего предложить, начинают критиковать. И это действительно очень часто проявляется сегодня в молдавской политике, к сожалению. К сожалению, да. И вводят в заблуждение многих наших граждан. Я думаю, что у нас мудрый народ. Все прекрасно понимают. Зима Петровна, и вот теперь еще одна тема для нашего с вами разговора. До местных выборов, до того определения, кто же будет градоначальником в нескольких городах республики Молдова, населенных пунктах, до местных выборов осталось всего ничего. И мы можем сказать, что у нас сегодня с вами, так сказать, последняя стометровка избирательных уровней для наших сограждан. Как вы оцениваете готовность партии социалистов к выборам? Какой результат ожидаете? Какая работа уже проведена? Я думаю, что мы в обоих городах и в Кишиневе, и в северной столице Молдовы, как называют Бельцы, провели очень динамичную, активную кампанию. Наши кандидаты провели эту кампанию своими ногами и своими голосами. Они просто ходили, общались с людьми. Не просто выступали на дебатах, хотя они везде присутствовали, на всех организованных дебатах. Они ходили, общались с людьми на встречах, на предприятиях, учебных заведениях, медицинских учреждениях. Просто ходили. Я тоже иногда ходила с нашими кандидатами, потому что та агитационная литература, та газета социалистов, которая выпускалась весь этот период избирательной кампании. Кстати, мы ее выпускаем регулярно и выпускаем раз в месяц для того, чтобы проинформировать наших граждан, чем занимается партия социалистов, какова активность, какова наша позиция. Мы раз в месяц проводим единый информационный день. Так я хочу сказать, что вот эти наши кандидаты оба ходили с этими газетами, общались с людьми на дороге, общались с людьми на рынке, общались с людьми где хотите. Я хочу сказать, что люди на рабочих местах людей просто приходили. Вот вы видели еще в этой избирательной кампании, либо в Бельцах, либо в Кишине, вы видели еще другого кандидата, потому что кандидатов-то много, который ходит и общается просто с людьми по улице, идет и разговаривает с людьми. Просто так идет. А у нас такова дисциплина в партии. У нас нет начальников партии. От председателя партии до любого рядового члена партии все ходят в единый информационный день. Поэтому люди привыкли. Все наши советники, все наши примари, примарь в любом населенном пункте, который прошел по спискам партии социалистов, он идет и говорит со своими гражданами. Это означает, что этого примаря в любом населенном пункте знает, видит. Что касается наших кандидатов, конечно, мы когда выдвигали, когда политоисполком, республиканский совет, мы советовались со всеми нашими коллегами и выдвигали лучших, реальных молодых людей, которые знают проблемы. Вот скажите, кто лучше Ваня Чабан знает проблемы в муниципе Кишнева? Ваня Чабан, который в 15-м году после местных выборов возглавил, ушел из парламента и возглавил фракцию партии социалистов в муниципальном совете. Возглавил, он отказался от депутатского мандата, но он сделал очень много за этот период. И фракция была самая видимая, самая деятельная фракция. И те деньги, которые выбивались, скажем, я не побоюсь этого слова, из муниципального бюджета для поддержки социальных объектов, для оказания реальной помощи горожанам, малоимущим слоям населения, когда было все на пределе, уже невозможно, казалось, что то, что делают республиканские власти, дальше некуда. Они находили выход, причем находили деятельно, находили в муниципальном бюджете эти средства. И это доходило до людей, это реальная помощь. Поэтому Ваня Чабан прекрасно знает все проблемы города, не понаслышке. Он отлично знает, лучше, чем любой другой кандидат знает эти проблемы, которые есть в городе. Не за полгода или какие-то пару месяцев, когда назначили кого-то, неизвестно каким образом, исполняющего обязанности примаряя, без того, чтобы называть какие-то имена. Но не понаслышке знал эти проблемы, реально был каждый раз рядом с горожанами. В Бельцах наш кандидат Александр Усатый, у нас тоже не было никакого сомнения, кого выдвигать. Александр Усатый был вице-примаром, вице-мэром города Бельц 8 лет. Он бывший директор лицея в Бельцах на протяжении 7 лет, педагог, который всю жизнь, он неоткуда-то свалился в Бельцах, прилетел на каком-то вертолете и привез каких-то артистов и сказал, что голосуйте за меня. Это реальный человек, который знает так же, потому что он вел в социальную сферу. Но если он вел в социальную сферу, значит, он общался абсолютно по всем проблемам, по коммунальным, по всем другим проблемам. Поэтому это реальные кандидаты. Я видела, как их обоих встречают и в трудовых коллективах, какие разговоры во дворах, потому что встречи были и во дворах, и где хотите, и на перекрестках, там, где есть народ. Мы поставили такую задачу, я думаю, что мы с этой задачей справились. Поэтому я считаю, что не зря наши кандидаты на первом месте по всем социологическим опросам или где-то, допустим, скажем, Бельцах, где-то наравне с кандидатом от нашей партии. Но самое главное, что я хочу сказать, что наши кандидаты вели честную борьбу. Я слушала выступления на встречах и одного, и другого, и на телевидении. Они никого не чернили, ни про кого из своих оппонентов ничего не говорили. Они говорили о своей программе, потому что у одного, у другого есть реальные платформы, избирательные кампании. Они прекрасно понимают, что это один год до следующих очередных выборов, до 2019 года. Но они говорили реальные вещи, которые можно сделать за этот период, потому что объять необъятное невозможно. В Бельцах, я знаю, и в Кишиневе собирали наказы избирателей. Люди звонили в офис избирательного штаба и говорили, какие проблемы, что нужно еще решать. Причем есть разные проблемы. Но людям интересно, они хотят жить в комфортных условиях, особенно в этих двух городах. Они хотят, чтобы были комфортные условия. Когда идешь по дороге, нет живого места, не на тротуаре, там, где должны ходить пешеходы. Я уже не говорю о других средствах передвижения. Когда из одной ямы уходишь в Худждентру, Гуапшдайендоу. Но это же не вопрос, который занимается городом. Да, людям надо дать и зрелище. Потому что некоторые голосовали за зрелище на предыдущих выборах. Но после этого, после выборов, наступает реальная жизнь. Начинаются будни. Начинаются будни. Люди должны иметь, город должен убираться. В городе должны быть хорошие, нормальные дороги, чтобы людям комфортно было передвигаться. Должны работать социальные учреждения, учреждения здравоохранения. А не заниматься политикой. Причем тут примар до политики или до деополитики, что вот тот, да, примар должен уметь дружить со всеми. И пользоваться хорошей дружбой, в хорошем смысле слова, в интересах своего города, в интересах граждан. Он должен уметь договариваться. Не просто ездить заключать какие-то соглашения, а реального ничего из этого, от этого не происходит. Почему вот сегодня в Бельцах не могут вывозить мусор? Вроде бы и полигон открыт, и все. Это уже тема такая. Что происходит? Кто занимается Бельцами за 4 года или 5 исполняющих обязанностей примаря? Это как? Вот объясните мне. Это как? Люди-то голосовали за одного? Или то же самое в Кишиневе? И я думаю, что вот эта досрочная отставка, хотя мы в Кишиневе всегда довоевались отставки этого бывшего примара, который изуродовал за 10 лет нашу столицу из европейской. Почему-то они, ездя по всему миру, не видят, какие есть другие столицы, в том числе и европейские, и прекрасные, и в других странах. Этого не видно. И не хотят это все при... А делают для себя стартовую площадку для дальнейшей политики. Какие же они политики? Они даже не политиканы. Я не знаю, кто они. Увлекаются цветочными клумбами и вообще цветовая струбами. Это другой вопрос. Потому что не примар должен садить клумбы. Он должен уметь хорошо организовать, чтобы это было эффективно. Зинаида Петровна, ваше замечание относительно того, что столичный мэр должен уметь договариваться. Вот напомнило мне такое наблюдение, которое сделали мы, журналисты ЧНТВ. Мы общались с людьми, которые в свое время голосовали, основывая свой выбор на геополитике. Как ни странно. И, соответственно, мы знаем результат. Был выбран либеральный мэр. В начале избирательного периода многие из этих людей говорили о том, что они сомневаются, например, в качестве, в качествах, в деловых качествах кандидатов от партии социалистов. И буквально недавно, меньше чем за неделю до нашего с вами разговора, общаясь с ними, я увидел, знаете, сторонников кандидатов от партии социалистов. Для себя неожиданно. Потому что они наблюдали за дебатами, они наблюдали за ходом избирательной кампании. И отметили для себя вот этот подход. И это именно тогда прозвучало для меня впервые. Сегодня подтверждение в ваших словах я услышал. Мэр должен быть переговорщиком. Отличным переговорщиком. И вот это говорили люди, которые когда-то голосовали за совершенно другого кандидата, за совершенно другого идейного человека. А сегодня они уже твердо сказали, что у нас есть выбор. То есть мы знаем, кого мы будем выбирать. И это победа. Победа вашей партии. Победа лично Ивана Чабана. Что вот именно люди такого склада тоже повернулись в сторону будущего города. Мне отрадно это слышать. И я думаю, что это действительно усилие всей команды. И в первую очередь нашего кандидата Ивана Чабана. Потому, почему я сказала вот в самом начале. Он просто взял ноги в руки и пошел в люди. Вот по-простому. Он пошел, говорил, общался с людьми. Представлял, люди увидели совершенно другого человека. Не какого-то простого политика, который будет обещать абстрактно, что вот я поеду, приедет кто-то из Российской Федерации или из Европы и наведет порядок у нас в городе. Он говорил простые вещи. Это должны сделать мы. Мы жители этого города. Мы должны ценить свой город. Мы должны уметь гордиться своим городом. Если каждый из нас попытается что-то сделать для своего города, это уже будет шаг вперед. Конечно, у нас должны партнеры. Конечно, мы должны договариваться со всеми. Или, скажем, причем тут муниципальный совет занимается какой-то политикой или диаполитикой, что вот кто-то придет извне, и тем более те, которые выступают вообще за ликвидацию государственности Республики Молдова, их вообще не должно быть. Не хотите жить в этом государстве? Не живите. Не живите. Но оставьте людей, которые большинство хотят видеть свою страну независимой и хотят видеть свою страну с суверенным государством, нейтральным государством. Дайте нам поработать. И я всегда говорю, что политика может быть в период избирательной кампании. Но закончились выборы. Ребята, давайте садимся и будем все вместе договариваться и говорить, что мы будем делать. Что мы будем делать после выборов, как мы будем развивать свою столицу. Это в интересах каждого, должно быть каждого муниципального советника. Я не зря еще говорила в 2015 году. Да дайте этим муниципальным советникам работу. Распределите, закрепите за каждым муниципальным советником зону ответственности и спросите. Вот у тебя две улицы. Что-то сделано на этих улицах, чтобы там стало комфортнее, чтобы было лучше. Ты муниципальный советник. Вот возьми свою ответственность и отвечай за это. И на муниципальном совете тогда не будут спорить, как разделить какие-то земельные участки. А будут приходить и говорить, что нужно еще сделать. Я понимаю, что некоторых, которые стали люди просто политиками, и которые не думают об интересах граждан, и не думают об интересах горожан, можно будет переубедить. Но во всяком случае, наши муниципальные советники именно так и будут поступать. Как и делали до сих пор. Зона ответственности, каждый занимается своим делом. От себя отмечу, что опять же мы, когда делали материалы о работе муниципального совета, мы понимали, какой грандиозный сдвиг все-таки произошел в работе муниципального совета, когда был принят вовремя бюджет столицы. А не вот эта вот традиция, когда постфактумом какие-то цифры вводились, потом куда-то списывались и вообще пропадали просто из зоны видимости. Должен быть учет и контроль. Это не ново. Ну, прошло время перемен. Вот примерно так подвел, так сказать, итоги Иван Чабан в своей сегодняшней пресс-конференции, когда говорил об итогах вот этого предвыборного периода. Он отрадно был слышать и слова благодарности кишиневцам, которые откликнулись на приглашение встречи, пообщаться с кандидатом. Слова благодарности были высказаны коллегам. И тем не менее, это, конечно же, характеризует его как человека. В то же время, вот как вам кажется, каким все-таки должен быть столичный градоначальник, помимо того, что, как мы уже с вами отметили, он должен уметь договариваться. Какими качествами, личными качествами, профессиональными качествами должен обладать этот человек и какими вопросами должен заниматься, в первую очередь, будучи в кресле мэра? Я думаю, а в принципе мы этим руководствовались, когда выдвигали своих кандидатов. В первую очередь, это должен быть профессионал, это должен быть хороший администратор, который умеет организовывать работу, потому что я уже позволила себе сказать, это не означает, что примар сам лично будет ходить высаживать цветы или ездить на мусоровборочной машине и собирать мусор по городу. Это не примар, это пиарщик, который занимается собственным пиаром, правда, я не знаю для чего, потому что примар, который берет метелку и подметает возле примарии, это значит, что ни на что другое, кроме как подметать улицы, он не способен. Он не сумел организовать эту работу. Не сумел организовать. Поэтому да, есть субботники, когда примар должен показать, это должен быть профессионал, хороший администратор, хороший организатор и человек, который будет близко возле людей, человек, который будет ходить по городу, не только в избирательную кампанию, простите меня, человек, который будет ходить по городу и своим, вот едет на работу, видит, что там непорядок, кто ответственный за это, когда будем исправлять? Это человек, который будет видеть и знает проблемы города, знает проблемы города. Это касаемо Бельцы и Кишнева. Это обоих городов. И поэтому я сказала, мы этим руководствовались. И я думаю, что наши кандидаты именно такими качествами обладают. И это человек, который не занимается политикой. Будь он член партии, либо не член партии, но он должен суметь объединить всех людей вокруг себя. И за тех, кто голосовал, и за тех, кто не голосовал за него. Поэтому наши кишневцы, и кишневцы, и бельчане не должны быть безразличными к этому процессу. Они должны понимать не тот, кто просто красиво обещает, а кто говорит реальные вещи, что можно сделать, и которого они видят. У них есть с чем сравнить. Примеров достаточно. И в одном городе, и в другом. Поэтому сравнение есть. И, конечно, люди это все прекрасно должны понимать. Они хотят, чтобы городом управляли по Фейсбуку или не знаю как. Или хотят, чтобы это был реальный человек, который будет жить в городе, который будет видеть проблему города. И который не будет закрывать примарию на замок от граждан. Который будет, да, у людей куча проблем. Сколько граждан, столько проблем. У каждого из нас есть какая-то проблема. Но если человек пришел в примарию, и он хочет, чтобы его выслушал примарь, значит, его должны выслушать. И должны отреагировать, как можно помочь этому человеку. Люди у нас понимающие. У нас разумный народ. Который вот приходит, я беру по своему личному примеру, и говорит, что вот сейчас невозможно решить эту проблему. А вот в такой-то срок эту проблему можно решить. Но люди хотят, чтобы их слышали, слушали. Никто не слышит и не слушает людей. Примарии закрыты. Я вот веду приемы и там, и там, и в Кишневе, и в Бельцах. И не только в этих городах, и по всей республике. Люди хотят, чтобы их услышали. Именно, чтобы их услышали. Ну, Зинаи Петровна, вы ведь в своей биографии чиновник со стажем. Я слово чиновник употребляю не в том значении, как сегодня принято, знаете, некий негатив. Чиновник, человек, который занимался государственной работой. И вы, наверное, прекрасно понимаете, что человек, который обращается к чиновнику, это человек, конечно, в какой-то степени доведенный до отчаяния. Люди, как правило, не всегда бегут при первой же проблеме, при первой же неудаче или при какой-то там сложившейся ситуации сразу бегут. Они пытаются, в первую очередь, сначала решать самим, решать посредством своих друзей и родственников, и только в последнюю очередь обращаться к тем, кто может помочь по долгу службы. И вот то, что люди вынуждены обращаться в таком количестве по городским проблемам в столичную мэрию, к муниципальным советникам, и в том числе к юристам партии социалистов, говорит о том, что горожане доведены до отчаяния. Огромное количество накопившихся проблем, и это только на поверхности мы видим неухоженные бульвары, доведенные до критического состояния проезжей части. То есть, если заглянем в завестницу, то там вообще будет. То есть, а ведь то, что происходит в глубине дворов, что происходит с нашим жилищно-коммунальным хозяйством, это, в принципе, зона бедствия. И я считаю, что, наверное, будущему городначальнику стоит и даже где-то посочувствовать, какое огромное наследство тяжелых проблем, накопившихся за последние десятилетия, достанется будущему мэру. Я вам хочу сказать, что любой государственный чиновник, мы должны понимать, что это человек, который жертвует собой. Это самопожертвование. А человек, который идет на такую должность ради своих личных интересов или даже, скажем, партийных интересов, из этого ничего не получится. Мы уже это знаем. Мы на своей шкуре Кишиневской уже это прочувствовали. Да, тишиневцы, я думаю, что это прочувствовали. И я хочу сказать, что сегодня партия у социалистов, хотя мы не партия у власти, мы не имеем никаких полномочий дополнительных, кроме как имеем этот 24 депутатского корпуса, 24 человека, которые постоянно пытаются помогать людям. Ну и, конечно, бесплатная юридическая помощь. Но к нам приходят, ко мне приходят люди и говорят, мы приходим к вам, как в последнюю инстанцию. Они везде побывали. Начиная от прокуратуры до премьер-министра, до, не знаю, везде побывали. Нигде их просто не хотят слушать. Вот помогите, мы пришли в последнюю инстанцию. Если вы не поможете, мы не знаем, что делать. И мы пытаемся как-то выруливать эти очень сложные ситуации, где-то подсказать юридически, где-то оказать другую посильную помощь. Ну, я говорю, что людей просто не слушают. Людей не считают за граждан нашей страны. Наверное, им этого и не нужно сегодняшним нашим правителям, кто находится, и парламентское большинство, и правительство. Им это неинтересно. Они себя хорошо чувствуют в своих креслах. Деньги получают от международных партнеров. Деньги идут на проедание, не на какие-то инвестиционные проекты. А возвращать-то это придется все равно молдавскому народу. Поэтому это очень печальная ситуация, которую нужно исправить. И исправлять мы ее будем обязательно. Я думаю, что народ у нас готов к этому. Ну и вот если завершить тему выборов, все-таки поговорить немного и о северной столице нашей страны. Мы уже упоминали. Да, ведь я, насколько знаю, этот город стал вторым рабочим кабинетом в последнее время для вас. Вы там бываете так же часто, как в общем-то и в самой столице. И вам не понаслышке известны все проблемы бельчан. Вот насколько они схожи с тем, что переживают кишиневцы? С какими проблемами чаще всего сталкиваются бельчане сегодня? С чем они приходят к вам? Ну, в принципе, проблемы где-то схожие. Это и качество дорог. В городе это безнадежно плохие дороги. Яма на яме, живого места на тротуаре нет. То там можно ходить только в тапочках, либо в калошах. Женщине на каблуках там не пройтись, потому что можно вообще свернуть свежею. Потерять, да. Каблуки в лучшем случае. Да, каблуки в лучшем случае. Это проблема мусора. Я вот по маршруту, который я езжу в офис партии, там есть детский садик и возле детского сада мусорка. Ну, мусорные баки. Но я хочу сказать, что это просто мусорная свалка. Это просто мусорная свалка возле детского сада. Я привожу только один пример. А сколько я езжу вот по бельцам, смотрю, такая же ситуация в очень многих дворах. Это и состояние жилищного фонда. В очень плачевном состоянии жилищные фонды. Я думаю, что в бельцах никто практически не занимается. Мэрия не занимается этим жилищным фондом. Это проблема и на рынках. Потому что там ввели какой-то дополнительный сбор на рынках. За период, когда даже эти торговцы не торгуют, там увеличили этот рыночный сбор, чтобы увеличить местные налоги. Но я зашла на рынок, сказать по правде, у меня был интерес купить кое-что из молочных продуктов, потому что не успевала в Кишиневе. Люди просто в ужасе от того, что творится, и что примария их не слушает и не хочет заниматься этими вопросами. Так дайте людям альтернативу. Дайте людям, чтобы они могли, если они приезжают и привозят свежие продукты в Бельце, значит дайте им возможность нормально торговать на этом. Экономику Бельцы не поднять. Вместе с тем, совершенно и экономически... Я думаю, что Бельцы не работают и с экономическими агентами, которые расположены там, потому что состояние территории, как и в Кишневе, возле всех экономических агентов. А с ними же можно договариваться, как решать эти проблемы города. Они работают в городе. Поэтому тут и вопрос социальной помощи для горожан, потому что меня спрашивали на недавние встречи, люди говорят, а как ликвидировали. В Кишневе что-то сделали, хоть наши муниципальные советники по оказанию социальной помощи малоимущим слоям населения после ликвидации местных фондов социальной поддержки. В Бельцах ничего для этого не сделали. Поэтому тут проблемы, и меня спрашивали, может ли муниципи выделить на это средство? Конечно, может муниципи выделить на это средство. И самое главное, чтобы деньги, которые выделялись, тратились рационально. Есть очень много фактов по Бельцам, когда деньги расходуются нерационально, а деньги, которые должны попасть в муниципальный бюджет, просто туда не попадают. И я думаю, что в этом отношении очень-очень много вопросов. Я думаю, что граждане это прекрасно понимают, потому что у Александра Федоровича Усатого есть очень хороший опыт работы в мэрии, в коллективе. Я не побоюсь этого сказать. Он работал с хорошим примаром, с пончуком Василием, который имел хороший опыт. И стаж работы был хорошим администратором в городе. Он в его бытность ввел в социальную сферу. То есть проблему он знает не понаслышке. Я думаю, что Бельцах Александр Федорович сможет набрать хорошую команду, которая будет работать в интересах города. Мы, партия, только можем поддерживать его во всех его начинаниях, в хороших начинаниях. Но никогда мы не будем говорить, что делать так или иначе, потому что так требует партия. Он не должен, политическая его деятельность, он должен руководить, как мэр руководить городом. Я думаю, что совершенно будет реально. Он возобновит и те соглашения с городами-побратимами, которые были заключены ранее. И будет работать в одной тесной упряжке. Мы в этом отношении будем ему помогать, чтобы у него было сотрудничество и с другими городами. Куда угодно можем отвезти его, чтобы он видел реально. А это человек, который имеет богатый опыт и прекрасно знает, как нужно воссоздать город. Спасибо. Но не могу обойти вниманием прошедший Первомайский марш. Митинг традиционно организованной партии социалистов Первого мая. Вот вопрос такого рода. На этот раз было необычайно много людей. Вот в чем все-таки главная причина того, что такой высокий отклик сегодня наших с вами и земляков на этот призыв о солидарности с трудящимися. Ведь смотрите, как бы казалось, что с прошлой эпохой и праздники этой эпохи уйдут. А тем не менее, смотрите, Первомай собирает словно демонстрации советских времен. Вы знаете, что столетиями ничего, веками ничего не поменялось. В принципе, если взять по сути, в 19 веке, когда был основан, в принципе, этот Первомайский праздник борьбы трудящихся и солидарности трудящихся за социальную справедливость, эти лозунги сегодня как никогда актуальны в Молдове. Во что превратили наших трудящихся? Где оказались наш трудовой народ, который мог бы работать на благо страны, где он сегодня находится? Поднимают чужие экономики. Миллион наших граждан находятся и за границей, поднимают чужие экономики. Причем, я хочу сказать, что отзывы в большинстве стран очень положительные о наших трудовых мигрантах, которые там работают. Бывают исключения, как и в любом другом обществе. Но в большинстве случаев, я говорила с представителями руководства Российской Федерации, они говорили, мы не имеем проблем с молдавянами, они добросовестны. Об этом говорил даже Владимир Владимирович Путин при встрече с Игорем Николаевичем. Потому что мы поднимали этот вопрос для наших тех 700 тысяч, ну хорошо, по официальным, более 500 тысяч граждан, которые работают в Российской Федерации. Потому что нужно и соглашение о социальной защите этих граждан. Ну конечно, наше правительство этим не занимается, а делает наоборот, все наоборот в угоду кому-то. но дело в том, что когда-то было бы желательно, чтобы эти граждане вернулись сюда, в Молдову, и защищать их права нужно. Ну не просто вернулись, потому что нам нужно, чтобы эти граждане вернулись и имели рабочее место тут, в Молдове. Поэтому очень важна производственная кооперация с другими странами, поэтому очень важно и то соглашение, тот статус наблюдателя в Евразийско-экономическом союзе. Поэтому наш лозунг, конечно, за социальную справедливость, за права трудящихся, очень актуален. И у людей просто накипело, поэтому со всех концов Республики Молдова приехали люди на этот марш, они были солидарны. У нас были и другие лозунги за президентскую республику, потому что, вы знаете, мы собирали подписи по всей стране, меня часто спрашивают, и что, если вы собрали подписи. Мы собрали для того, чтобы, если хотите, это политический опрос наших граждан для нашей политической партии, для партии социалистов, и большинство граждан выразились за поддержку президентской формы правления. Это избирательский наказ, в конце концов, получается. Это избирательский наказ, и это на съезде, я думаю, что съезд партии, предвыборный, который состоится, думаю, в начале сентября месяца, примет такое решение, чтобы это было включено в предвыборную платформу, а то потом, после выборов, конечно, изменение Конституции. Для того, чтобы предоставить, народ избрал президента, всенародно избрал президента, рейтинг у президента самый высокий, и народ хочет требовать с президента ответственности. Поэтому эти лозунги, конечно, очень актуальны сегодня, и мы это будем продвигать дальше. Зинаи Петровна, времени почти не осталось, но все-таки позволю себе один вопрос. В мае был еще один марш, который объединил практически всех патриотически настроенных граждан Республики Молдова. Марш, который мы называем марш безымянный полк, марш неполитического характера, организованного Общенациональным комитетом победы, но в котором в этом марше приняла участие и партия социалистов, вот ваше впечатление от этого шести, ваше впечатление от того, что было увидено, вы общались с людьми, с простыми гражданами Республики Молдова, потому что я знаю, на этом марше в Кишиневе были жители самых разных городов страны. Вы знаете, я думаю, что на этот марш люди по призыву к организационному комитету приехали многие из других населенных пунктов Республики, но в каждом районном центре люди организовали вот этот бессмертный полк. Свой такой марш. Свой. Это было и в Бельцах, это было и в Бричанах, это было и в Окнице, это было везде во всех, это было и в Камрате, это везде был этот бессмертный полк. Поэтому люди в этот день вышли праздновать победу, мы это не должны забывать. Для своих потомков, для будущих поколений мы это должны хранить, и мы должны понимать, что мы победители в той войне, которая была. Да, пали жертвы на поле боя очень много людей, и памяти о них должны сохраняться. И очень хорошо то, что делает президент, он как высказался, когда наградил пяти ветеранов, что один из ветеранов сказал спасибо за аванс. Мне очень понравилось, когда президент сказал это мы опоздали. Это мы опоздали для вручения высшей награды Республики, Молдовы, Ордена Республики. И это нужно делать. И я видела, вот когда мы шли маршем этим бессмертным полком, люди на обочине, по-моему, сколько людей шло в колонии, столько и стояло и на обочине, а может быть и даже больше на обочине, на тротуарах стояли. Люди стояли на балконах, люди приветствовали. Я видела людей, у которых просто слезы были на глазах. И вот это нужно сохранить. Это воспитание наших будущих поколений, это сохранение наших традиций, это сохранение нашего государства. Наша программа подошла к концу, но учитывая то, что мы с вами общаемся буквально за день до выборов, завтра день тишины, и что бы вы все-таки пожелали жителям тех населенных пунктов, где в грядущее воскресенье пройдут выборы? Я, уважаемые сограждане, уважаемые избиратели, я сегодня еще могу позволить себе сделать такое. Самое главное, чтобы мы в этот день все вышли на выборы. Самое главное, что тот выбор, который мы сделаем, чтобы мы потом были сами в душе, в сердце, в глубине души, согласны сами с собой, что сделали правильный выбор, и чтобы потом не говорили, а кто еще этого привел к власти. Мы сами приводим своих руководителей к власти, поэтому выбор мы должны сделать свой. У вас есть с чем сравнить. Что было сделано, что делали предыдущие, мэры городов, сел, еще пять населенных пунктов. И что может сделать человек, который реально, люди, которые реально с вами общались, которые не боялись выйти на любой разговор, которые говорили реальные вещи, не обещали заоблачные, не знаю, какие обещания раздавали. Просто люди, которые знают город, в том числе город Бельца и город Кишинев, очень важно и для Кишинева, и для Бельца, чтобы мы сделали правильный выбор. И, конечно, я хочу призвать всех граждан проголосовать за кандидатов от партии социалистов. И, конечно, в Кишиневе за Иона Чабан, кандидата от партии социалистов, и Бельца за Александра Усатова, тоже кандидата от партии социалистов. Все они идут под символикой партии социалистов, символику партии социалистов все знают, звездочка. Поэтому я прошу наших граждан, и это ответственность уже и партии, что наши кандидаты, будущие мэры, вас не подведут. Они всегда будут рядом, и всегда будут оказывать помощь гражданам, чтобы жизнь стала лучше и комфортнее в этих городах и в населенных пунктах других. Спасибо вам большое за то, что нашли время в вашем очень сложном рабочем графике для вот этой беседы с нашими зрителями, за то, что ответили на наши вопросы. Будем с удовольствием вас встречать в нашей студии, всегда вести диалог. Вы, в общем-то, всегда очень интересный для наших телезрителей, телезрителей АКЧМ-ТВ человек. Спасибо. Здоровья всем и удачи. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях была председатель партии социалистов Республики Молдова Зенита Гречан. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин